Уже совсем скоро в одной из самых крупных станиц Славянского района появится собственный новый спортивный комплекс. Его строительство в Анастасиевской стало возможным благодаря программе. Общий объем средств, запланированных на благоустройство и строительство, составит более 37 миллионов рублей. Это краевые и муниципальные средства. Проинспектировал строительство важного спортивного объекта для станичников Роман Синеговский. Чтобы работы выполнялись качественно и в срок, за их ходом надо следить постоянно. По такому принципу работают в Славянской администрации. На днях глава района лично проверил соблюдение графика работ, оценил качество строительства нового спортивного объекта в Анастасиевской. Он обсудил рабочие вопросы с представителями подрядной организации. Что осталось сделать? Покрытие сделать, освещение, вентиляцию. Трибуны будут, инвентарь? Да, трибуны будут. В игровой зоне предусмотрено специальное покрытие. А по периметру займут своё место удобные откидные кресла для зрителей. На балконе комплекса свой дом найдёт тренажёрный зал, отделённый специальной сеткой от игровой зоны. Возведение здания спорткомплекса завершено. Сейчас ведётся прокладка инженерных коммуникаций внутри помещения. Монтаж вентиляционной системы. Выполняются внутренние работы по укладке плитки, покраске стен. Строитель утверждает, что объект будет тёплый и комфортный. Ведь в нём предусмотрена специальная система отопления, которая будет при помощи вентиляторов в зал гнать тёплый воздух, получаемый в котельной. Это второй этап строительства. Проходит он в срок без нарушения графика. Подрядчик надёжный, работает добросовестно. Тем не менее, за качество спрос самый строгий. Поэтому на объекте побываю ещё не раз, отметил Роман Синеговский. Вслед за работами внутри здания начнётся благоустройство двора. Глава района поставил задачу приступить к асфальтированию территории сразу после майских праздников. Дата полной готовности объекта – 1 августа. Спорткомплекс рассчитан на активное посещение жителями станицы разного возраста для игр в футбол, волейбол, баскетбол, занятий общефизической подготовкой, лёгкой атлетикой и борьбой. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».